Дальше. Духовное воспитание детей. Если кто-то думает, что он может воспитать детей, это полная иллюзия, полнейшая иллюзия. Их воспитывает, их карма, она отсюда идёт и всё делает сама. Люди замечают, что ребёнка куда-то прёт, вот когда человек воспитывает ребёнка, в какой-то момент обнаруживает, что его куда-то прёт, и с ним ничего нельзя сделать. Поднимите руку, кто обнаружил. Значит, вы поняли всё правильно. Теперь это не безвыходная ситуация. Всегда в любом знании есть первая точка, точка, которая приносит тяжесть в сердце, и есть вторая точка, которая приносит облегчение. Вот первая точка услышана, мы ничего не можем с ними сделать. Вторая точка. Если человек начинает жить духовной жизнью, возвышенной, ребёнок, вкушая этот чистый вкус, меняется сам, его не надо никуда тянуть. Понимаете? Когда человек более сладкий вкус чувствует, более чистый, его не надо дальше никуда тянуть. Да он сладкие отношения, настоящую дружбу почувствовал, ему не нужна уже старая дружба, не настоящая. Вот настоящее чистое отношение почувствовал с каким-то человеком, дружбы настоящей, туда уже не пойдёшь, там, где этого нет. Понимаете, когда человек что-то более глубокое почувствовал, его уже не интересует, не глубокое. А ребёнок живёт где? Он живёт там, где строятся отношения. Смотрите, семья создаётся для ребёнка. Веды говорят, мы рушим семью. Когда женщину спросить, ты что сделала? Она говорит, я не смогла с ним жить и ушла. А её спросить, а ребёнок? Ребёнок со мной. Да это не ребёнок с тобой, а ты с ребёнком. Просто что ты сделала? Ты взяла, и вот одну часть крыши у него убрала. Отношений не стало. А он в этих отношениях родился. Он соткан из этих отношений. Он вот такой, сотканный из этих отношений. В этих отношениях он был зачат. Зачат. Это значит, что эти отношения являются его сутью. Материальной сутью, не духовной. Но сутью. То есть он здесь, в этих отношениях, здесь живёт. А ты что сделала? Взяла у него, и часть отношений убрала. И думаешь, что ты теперь можешь ему это как-то чем-то заменить. Понимаете, семья создаётся для того, чтобы ребёнок жил вот в этих вот двух вещах. Вот здесь и здесь. Папа и мама, две крыши, одного дома. Итак, смотрите. Вот и ребёнок живёт в этих отношениях. Отношения духотворились. Что произошло с ребёнком? А духотворился. Вот тебе и воспитание. Теперь сразу. А Легинач, ну это же трудно. Ну вот и воспитывать трудно детей. Вот мы всё поняли. Всё очень просто. Теперь. А что тогда в воспитании? Что такое воспитание? Всё-таки Легинач, ведь надо что-то детям говорить? Да, надо. Очень просто. Смотрите. Есть два способа строить жизнь. Первый способ. Я занимаюсь этой духовной практикой. И тогда дети начинают меня уважать. Когда ребёнок уважает старшего, старший как ему говорит? Он говорит ему невзначай. Пожалуйста, относись хорошо к маме. Смотрите, есть два способа у ребёнка реагировать. Первый способ. А, и пошёл. Второй способ. Услышать. Если старший слышит истину вот здесь, ребёнок не может её не слышать, потому что он живёт в домике отношений. Если старшие слушают истину, совесть свою слушают, ребёнку тоже придётся слушать старших. И он будет просто жить их наставлениями. Но когда человек слушает совесть, он никогда наставления никому в сердце не впихивает. Он никогда не говорит, ты понял, как надо делать, ты понял. Не надо впихать ребёнку ничего в грудь. Если ты живёшь правильно, оно само войдёт. Не живёшь правильно, не впихаешь. Понятно? Поэтому есть два способа воспитывать ребёнка. Первый способ. Если ты уже правильно живёшь, и ребёнок уже почувствовал тебя старшим, тогда просто он рядом с тобой находится и воспитывается сам. И не надо париться. Теперь это уже победа означает. Победа. Вот когда победы нет, не беспокойтесь об этом. Всё равно в наших силах ничего нет. Допустим, ребёнок неуправляемый. Сделайте сейчас хорошую атмосферу в семье. А муж не хочет. Можно в углу тоже служить Богу. Не волнуйтесь. Не только на свободе, так же в углу. Если вы стоите в углу, что надо делать? Поставить там алтарик в углу. И служить Богу. В углу муж не хочет. Ничего страшного. Служим Богу, муж не хочет. Всё нормально. А дух отворяется атмосфера всё равно. В корне сердца, корень сердца поливается, там муж живёт. Муж становится лучше, хоть ты об этом не знаешь. Приходит время, и он тебе становится благодарным за то, что ты рядом. Это придёт несомненно. Это время придёт несомненно. Потому что я это испытал в своей жизни. И вы испытаете. Я знаю точно. То есть, если вы просто служите Богу и просто выполняете свои обязанности перед близкими людьми, наступит момент, они издевались над тобой, издевались, а потом скажут спасибо тебе за то, что ты рядом. Я тебе очень благодарен за это. А потом опять будут издеваться. А потом опять это скажут. Но с каждым разом так будут говорить всё больше, а издеваться меньше. Если ты продолжаешь служить. Понимаете, о чём я говорю? Поэтому не надо беспокоиться, что ты в углу стоишь. Постепенно мама с папой будут смотреть. Пора уже из угла выпускать. Ну ещё немножко пусть постоит. Если я стою в углу, ничего страшного. Там тоже можно жить. Надо просто смириться со своей судьбой. Перестать быть бунтарём. Мы бунтуем. У меня муж плохой. У меня муж плохой. Страна плохая. Правительство плохое. Все плохие. Все козлы, кроме меня. У меня. У меня. У меня.